Перебраться в новое жилье, обустроить семейное гнездышко. Пожалуй, об этом когда-то мечтали все дольщики ЖК Литвинова Сити. Теперь же все желания людей сводятся к тому, чтобы жилой комплекс просто достроили. Работы должны были завершиться еще в сентябре 2016 года, но до сих пор дом возведен всего лишь наполовину. На всех собраниях, на которых мы были и присутствовали, он всегда очень корректно, вежливо, и чтобы его не оскорбили. Он всегда говорит красиво и обещает хорошо, но ничего за это время не сдвинулось с мертвой точки. Компания ГТТ Струбино возводит объект с 2014 года. По проекту вместе с жилым комплексом на 1400 квартир здесь должен появиться и детский сад на 100 мест. Однако до сих пор нет ни жилья, ни тем более соцобъектов. Регулярно районы власти встречались за стройщиком, выезжали на стройплощадки и общались с дольщиками. Вывод один – стройка не идет. Сроки сдачи объекта перенесли на сентябрь 2017 года. Однако с такими темпами работы успеть строителям едва ли удастся. Дальнейший строительство под большим вопросом. Все объяснения, уважаемые Дмитрия Юрьевича, в конце концов, дела реально не воплощаются. То ли он ведет поиск дополнительных средств, то ли у него какая-то есть другой. Есть какой-то свой, другой вариант развития событий. Мы этот вариант развития событий пока не понимаем, потому что неоднократно видели его документы и видели то, что на данный момент по этим документам и планам ничего не делается. Я хочу заверить, что я закончу в срок все обязательства, которые мы перенесли в связи с увеличением объема производства работы. Однако обещания застройщика уже давно не вызывают доверия у дольщиков. А деятельность ГТТ Струбино попала в поле зрения правоохранительных органов. На этот раз со встречи застройщика с дольщиками приняли участие представители прокуратуры и судебные приставы. При всех здесь присутствующих, при руководителе администрации, чужих районов, извещаем вас на понедельник на 10 часов явиться в городскую прокуратуру для дачи объяснений и вынесения постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 ст. 14.28. Официально вручаем предупреждение об уголовной ответственности. Главная задача все же сдать объекты и вручить жильцам ключи от их квартир. По словам Алексея Валова, дольщики брошенными не останутся. Или застройщик завершит работу самостоятельно, или на его место придет другой инвестор, который за счет преференции завершит строительство. В решении этого вопроса районные власти рассчитывают на поддержку губернатора Московской области. Вы брошены не будете. Губернатор у нас очень в этом плане человек ответственный. Очень ответственный. И многие проблемы обманутых дольщиков уже решены по Московской области. Я уверен, что он и нам здесь поможет решить эту проблему. Мы верим вам и приходим только с вами разговаривать. Вы наша власть и мы вам верим полностью. Действуйте по своему усмотрению. Я принял решение реализовать часть активов для продолжения стройки. На встрече приняли решение провести повторное собрание 10 апреля. Если к этому времени темп работ на стройке не увеличится, для завершения строительства начнется поиск другого инвестора. Дариса Снегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова